Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 июня я нахожусь в теплице, в которой высадила томаты для получения раннего урожая. Сегодня хочу поговорить про двери теплиц. Открывать, не закрывать, каждый год традиционно в это время приходят вопросы. Но в этом году я даже не ответ на вопрос, а просто прочитала комментарий Алексея, который пишет, что у меня в теплице у томатов желтеют листья, захожу утром, открываю теплицу, и меня вот это выражение, открываю теплицу, очень насторожило. Это значит, что двери теплицы у него на ночь закрытые. Но сейчас уже 3 декада июня, я не думаю, что ни у Алексея, ни у вас такая температура на улице ночью, что нужно закрывать двери теплицы. Вот он пишет, что у него там, ну, как ткань, для того, чтобы конденсат не капал. Конденсат на листья не попадает. Но это даже не важно. Не столько опасен вот этот конденсат, который на листья попадает, хотя он тоже не нужен. Важна вся общая сама вот эта влажность. Когда у вас ночью закрыты двери, само по себе поднимается процент влажности, томаты очень не любят влажность. Они не любят влажность сами по себе. Потом влажность вот эта повышенная, это прекрасная, такая комфортная ситуация для возникновения грибковых заболеваний. Поэтому многие, многие спросите, хоть у кого опытных огородников, летом все двери настиж. Как бы не было прохладно на улице, в теплице все равно теплее, чем в открытом грунте. И тут все равно у них будут создаваться комфортные условия. Но проветривание нужно обязательно, потому что когда жарко и влажно, вот он вам будет кладоспориоз, будет фитоспороз. Потому что это вот все, вот эта влажность повышенная, она не нужна томатам. Огурцы любят повышенную влажность, наши томаты нет. Они любят, чтобы было сухо, чтобы был ветерок. Я вот закрываю двери только в то время, когда у нас штормовые ураганные ветры, потому что если обе двери будут открыты, может ветер так вот по этому проходу пронестись, что даже вместе с колиями все эти кусты завалят, они могут сломаться. Тогда я одну дверь закрываю. Вот такая ситуация была у нас вчера. Начался такой большой сильный ветер, там эти, что-то там на крыше что-то гремело, все везде падало. Я закрыла одну дверь, но в результате, даже одна дверь была закрыта, в результате я сегодня пришла и вижу, что вот мельчайшие вот эти конденсатные теплицы уже скопился. Значит, уже ночью здесь поднялась влажность только из-за одной закрытой двери. А если вы закроете обе двери, тут будет вообще неприемлемая ситуация. Я, конечно, не могу вас призвать всех, вот не закрывайте двери. Смотрите, конечно, по ситуации. Но если у вас не очень холодно, если так ночью и должно быть прохладно, если у вас такая температура приемлемая, то лучше всего летом двери не закрывать вообще. Вот у меня они открыты, железкой подперта и на все лето, все, до наступления холодов. Тут проветривается, сухо, тут хорошо. Вот я сейчас полила, тоже готовлюсь к очередной подкормке, потому что я их ни разу, кроме как золой, не успела ничем подкормить, все собиралась, откладывала. Но теперь я более свободная, буду делать подкормки, все буду вам рассказывать. Но вот про двери, мой совет, все-таки летом двери не закрывать, не повышайте влажность воздуха в теплице. Томаты это не любят.